Миниатюрная хатка на куриных лапках, дубовые бочки для квашения капусты и майстер-класс от умельца дровляных справ. Михаил Кукса, народный майстер Беларуси, уже не один год створяет пригожие творы с излучайного древа. Катерина Бенедесюк подековалася, как для родинца хобби и любовь до древа стали любимой справой его жизни. Найлепшая квашеная капуста отримливается только в дубовых бочках. Это профессийная парада от человека, который докладно ведет, что скажет. Михаил Кукса, межиншим народный майстер Беларуси, ведомый Украине Бондар, который свои драуляные творы, выпробовывая на практице в уластном склепе. И говорится тут не только про кадушки для соленья, да про кладу опошния выробы майстера дубовые купели. В отличие от дуба, другая древесина, она вот этих вот перепадов влаги не выдерживает. Она просто загнивает и всего лишь. Она выходит из строя в течение двух-трех лет. То есть она просто рассыпается все. А дуб где? А благодаря тому, что дуб содержит дубильные вещества, вот благодаря этому веществу дубильному, который называется тианином, вот он обладает такой долговечностью. Бондарство опошнее 20 годов для Михаила не только хобби, что хрое душу, а и любимое справа по жити. Интересно, что в детстве маленького Михаила и его батьки полохали перспективой стать бондаром. Казали, когда не будешь добро вучиться в школе, все же все будешь займаться драуляной справой. А первое знакомство с бондарством будущего майстра отбылося у батьки на праце. Я на велосипед сажусь, и все, мать соберет котомку, и я поехал к нему. И вот там вот я все, ходил, набирался, набирался опыта, там я, ну, видел, как это все красиво. Вот такие вот кадры у меня запомнились. Но, как ни странно, отец пообедает, и меня тут же, значит, отправляет домой. Езжай, у тебя уроки, учи уроки, значит, давай готовься к занятиям, завтра в школу идти, все такое. Вот. И вдобавок, не вдогонку. Смотри, говорит, если будешь плохо учиться, станешь или бондаром, или пастухом будешь. Высшейшую адукацию Михаил все же таки отримал. Працавал на разных предприемствах, але захопление древом с тягом часу не зникло. Планочки, клепки, держава и шерхэбель. Усюг это адмысловая лексика бондара. Гэта справа потребует веду геометры, физики и химии. Тому хитрыков и профессийных таямниц у працы бондара шмат. Он сделан большой, вот базовая поверхность большая, да? Чем больше базовая поверхность инструмента, тем точнее он дает размер. И не дай бог, если у меня одна из клепок попадется бракованная, я поставлю, то вся работа моя на смарку. Любовь до древа у Гродинцы за годы стала только мацней. Вырос и профессийный узровень. Бондар Кукса сёння гэта две майстерни, десятки кайли не сотни выробов, открытые майстер-классы. И что самое головное, аматры творчасти по всей краине.